Очень простая арифметика. Условно взяла школу, где учатся тысячи детей. Будем считать, что 200 человек из них питаются бесплатно из малообеспеченных семей. Вот 800 детей, которые платят в среднем за свой обед, только обед. Ну тоже взяла среднюю цену 200 тенге. И что у меня получилось? 160 тысяч тенге в день зарабатывает школьная столовая. Теперь умножила в месяц, умножила на 20 дней. Получилось, что она заработала в месяц 3 миллиона 200 тысяч тенге. В год доход получается в среднем где-то 38 миллионов 400 тысяч. Это я еще не посчитала, что помимо столовой школьной есть еще буфет. И дети тоже в течение дня там что-то себе покупают и перекусывают. Правильно? Это я не взяла в расчет. В принципе, для средней школы это очень хорошая статья дохода. Дорога Нурсултану правильно вот посчитала, да? 200 тенге обед, 800 учеников. В день это 160 тысяч. 160 тысяч умножаем на 6 дней в неделю. 960 тысяч. Ну, 6-дневка у нас. 960 тысяч умножаем на 4 недели. 3 миллиона 840 тысяч в месяц. 3 миллиона 840 тысяч умножаем на 8 месяцев. 30 миллионов 720 тысяч. И вот отсюда вытекает вопрос. Я вот вице-министр задал вопрос. Они показывают доход свой 7 миллионов, да? 7-8 миллионов. 7-8 миллионов только показывают. Не существует ли здесь своя мафия? На 50% стоимость питания участники конкурса снижают для того, чтобы выиграть этот тендер, этот конкурс. И, естественно, качество питания здесь страдает. Мы выезжали в Акмолинско, в Алматинской области. В Алматинской области проводят тендер департамента финансов на площадь столовой. И если в прошлом году один квадратный метр столовой аренда стоила 1 тысячу тенге, то уже в этом году 16 тысяч тенге. И все это, в свою очередь, влечет уже к повышению стоимости питания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова